вас приветствует шаббатня школа как рады мы что вы опять с нами аминь как здорово что мы собрались вместе и уже хорошие погоды же многие отдыхают вы выезжают на природу вот но мы вновь с вами мы хотим вместе поделиться прекрасным словом духе святом до пазики шоу от да вот и давайте мы вместе помолимся перед нашей программой отец небесный мы благодарны тебе за это чудесное время и просим благослови всех детей которые собрались благослови боже твоим святым духом наполни их радостью господь и твоим миром во имена еще аминь привет ребята давайте встанем на наши ножки пославим бога и потанцуем поехали и Эй, скорей, ребята, кто готов уже петь? Иисус мой путь, он живет во мне Каждую минуту и каждый новый день Я опять и снова повторяю себе Тебя буду славить, я всю жизнь и здесь всегда Где я сам, ты свободен, буду я кричать Все буду я танцевать Эй, скорей, ребята, кто готов уже петь? Иисус мой путь, он живет во мне Каждую минуту и каждый новый день Я опять и снова повторяю себе Тебя буду славить, я всю жизнь и здесь всегда Где я сам, ты свободен, буду я кричать Все буду я тебя Буду славить, я всю жизнь и здесь всегда Где я сам, ты свободен, буду я кричать Все буду я танцевать Все девчонки сейчас, поднимите свои руки Все матчишки, девчонки, будем вместе, Бога славит Всегда буду славить, я всю жизнь и здесь всегда Где я сам, ты свободен, буду я кричать Все буду я Тебя буду славить, я всю жизнь и здесь всегда Где я сам, ты свободен, буду я кричать Все буду я танцевать Я танцевать Я танцевать Я танцевать Всем привет, дорогие друзья И это музыкальный выпуск И сегодня мы будем петь песню Она называется «Радуга» Не сказки это И даже не секрет Что Ионов Три дня в ките сидел Сидел три дня Лишь позже слово Расскажет нам о том Какой огромный Ковчег построю ноль А потом шоу доль А радуга покажет нам, что верен Бог всегда И радуга покажет всей земле Есть один лишь путь Это Иисус Не сказки это Не сказки это И даже не секрет И даже не секрет Что Ионов Три дня в ките Три дня в ките сидел Сидел три дня Раз, два, три Лишь божье слово Расскажет нам о том Какой огромный Ковчег построю ноль А потом шоу доль А радуга покажет нам, что верен Бог всегда И радуга покажет всей земле Есть один лишь путь Это Иисус Привет, мой друг Видишь эту букву на моей футболке Буква Ш От слова ШМУС И в прошлом году был лагерь ШМУС И я был там Мне очень понравилось И сейчас я приглашаю тебя в этот лагерь Он будет проходить летом в августе В городе Черноморск Приглашаю тебя Подробности лагеря будут внизу Под видео в описании Ждем тебя Дорогие ребята Поздравляю вас с праздником Шавот В прошлом уроке Мы с вами поговорили о первом Шавоте Что же это за праздник? Что произошло? Ровно через... Вообще Шавот это переводится как недели 7 недель Через 7 недель После Песоха На 50-й день Наш народ На горе Синай Получили 10 заповедей То есть 2 каменные скрижали Но Ты знаешь Удивительно Что через 1400 лет Когда Иешуа Он воскрес Тоже на 50-й день Произошло другое событие И это не совпадение А что-то Бог нам Хочет сказать этим И мы сегодня поговорим о втором Шавоте Больше И так что же произошло Мы знаем с вами что Когда Израильский народ Вышел из пустыни Они совершили Пасху То есть они Помазали косяки дверей Кровью Агнца Совершили Пасху И Бог спас их Они были освобождены От рабства Были свободны И ровно Через 7 недель На 50-й день Возле горы Синай Они получают 10 заповедей То есть они получают закон Правила Как им жить И начинают Жить уже По этим правилам Но Знаешь Можно конечно Написать эти правила На стенах Твоего дома Обвязать Даже ними руку Но Бог всегда хотел Чтобы этот закон Он был записан Прямо у нас В сердце И через 1400 лет Когда Иешуа Пришел на землю Он Умер И воскрес И он сказал Своим ученикам Что вы Не отлучайтесь Из Иерусалима Потому что Я вам дам Духа Святого И он наставит вас На всякую истину И так оно и произошло На 50-й день Как раз Когда весь народ Он празднил его Шавот То есть Когда Мы получили Эти 10 заповедей Закон получили Ученики Находились В горнице На собрании На Возвышенности То есть На втором этаже Давай мы прочитаем С тобой Что же произошло Это записано в Библии В Деянии 2 глава И вот Мы читаем При наступлении Дня Пятидесятницы Все они были единодушны Вместе И внезапно Сделался шум с неба Как бы от несущегося Сильного ветра И наполнил Весь дом Где они находились И явились Им разделяющиеся Языки Как бы огненные И почили По одному На каждом Из них И исполнились Все Духа Святого И начали говорить На иных языках Как дух Давал им провещевать Дай дорогу Прочь Прочь Вперед Расступись Иди Прочь Кому говорю Дороги Шевелись Давай Отступите У нас приказ Иди давай Шевелись Расступни Прочь Нет 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 Надо рассказать другим Пожалуйста Пожалуйста Пропустите меня Пропустите меня Пожалуйста Людей арестовывают по всему городу Говорю тебе Это только вопрос времени Когда власти сюда нагрянут Я говорил Нельзя сюда врываться Пётр Пётр Я говорил Он не слушает Что такое? Что случилось? Яков Яков? Что с ним? Он арестован Арестован Яков Как Что? Что? Что я говорил Что я говорил И ротогриппа не остановится Ни перед чем Иди давай Шевелись Снова взялся за своё Разве я просил невозможного? Поднимите его Я ничего не сделал Ах Ты сделал? Ты Сеешь злой Посли смерти Вашего учителя Какого ты там плотника Как? Своим учением Своим постоянным враньём Об Иисусе Назырянине Враньём Мы говорим о том Что видели и слышали Иисус Сын Божий Мессия Раз и навсегда он умер, был распят, погребен, но он воскрес и снова жив. Иисус есть мессия, о котором говорили пророки. Он есть мессия, а я один из его свидетелей. Станет одним меньше. Вы знаете, что делать. Вам нас не остановить! Вам не остановить то, что делает Бог, так же, как не остановить дождь! Вам нас не остановить! Вам нас не остановить! Яков, он был первым мучеником. Да, первым из двенадцати. Иисус призвал нас следовать за ним, о чем мы никогда не сожалели. После его ареста я больше никогда его не видел. Он был человеком твердой веры. По-моему, вы все такими были. Храбрыми, как солдаты. Ты согласен, Пула? Храбрыми? Или просто упрямыми? Упрямство не выстояло бы перед угрозой смерти. Да ну! Неужели он тебя убедил? В любом случае, я могу оценить проявление храбрости. Даже у безумцев. Скажем, я согласен. Вы все такие храбрые. Не всегда так было. Что? Что это значит? Ха-ха-ха-ха-ха! Вот! Даже он признает. Вас бросали в тюрьмы. Многих убили. Да, после. После? После чего? Исполнение Христом обета. Креститель сказал, Идущий за мною будет крестить вас Духом Святым и Огнем. Вы вспомните мою историю, что Христос умер и воскрес. Пробыв с нами недолго, Он просил нас остаться в Иерусалиме. Вы получите силу свыше, сказал он. Мы сделали так, как Он нам велел. Город переполнен. Да, каждый год на праздник обресноков приходит все больше людей. Нас ждут другие. Нужно поторопиться. Извините, пожалуйста. Нет, нет. В два раза дороже. В два. В два. Ду-та-нон или два-дин-Ар-и. Фокер меконам, манзоурш два-дин-Ар-и. Мен аз куча بدунам. То, قبلен, инжа боди. А, то, не боди. Этимиди-си. Они ни слова не понимают. Итак, каждый год. Правда ведь? Слушай, продавец просит два-дин-Ария. Два. Понятна? Нет. Тебе это непонятна. Мы оставались в Иерусалиме, как велел Иисус. Мы молились и ожидали обещанным день, когда на нас будет излет Дух. Когда тот день настал, наши жизни изменились навсегда. Иерусалима. 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Ты хочешь за сколько? Нет, я не... Что? Я не понимаю, что ты говоришь. Что за шум? Не слышу, что ты говоришь. Что это? Не уверен, но кажется, что шум оттуда. Кто-то должен их утихомирить. Обетование. Это же мысли своих не слышу. Что? Что происходит? Неужели? Такую-то рань? А, те они галилеяне. К сожалению, да. Но не все мы такие. Многие работают. Что? В каком смысле? Только посмотрите на них. Очевидно же, что они пьяны. Ва новый урок, мутаво ракхони. Как? Они пьяны? Ну, это... Буль-буль-буль-буль-буль. М-м-м-м-м. Ааа, и наху фэмэн. Фэмэн. Да, теперь понимаешь. Но они говорят на моем языке. И на моем говорят. В боге. Что? О спасении. Бхар он тебе сабаби таксир, гаеба, мачру. А месии? Месии? Парфяне, медийцы, еламиты, критине, арабитяне Слышим их, говорящих о великих делах божьих На наших языках? Как так? Послушайте меня! Послушайте меня! Послушайте! Мы не пьяны, как вы думаете! Нет! Ну, конечно, конечно! То, что вы видите и слышите Это и есть предсказанное пророком Иоилем И будет в последние дни, говорит Бог И залью я от Духа Моего на всякую плоть И будут пророчествовать сыны ваши и дочери вашей Что это Он говорит? Вы спрашиваете, что это? И как такое может быть? Я скажу вам! Вспомните Иисуса из Назарета, жившего среди нас Бог прославил Его Сотворив через Него чудеса и знамения Он был выдан вам по воле Божьей И вы, руками беззаконных, убили Его, пригвоздив ко кресту Совсем недавно Распяли за городской стеной Но этого Иисуса Этого Иисуса Бог воскресил из мертвых Что? Воскресил? Он был и сделал Господом и Мессией А мы, Его свидетели Мы были с Иисусом до и после Его смерти Он излил на нас свой Дух Святой Невозможно! И ты хочешь, чтобы мы в это поверили? Но ты же знаешь многих из них Как они могли выучить все эти языки? И говорить так чисто Это знамение от Бога Если то, что ты говоришь, правда Тогда скажи, что нам делать? Скажи нам! Покайтесь и докрестится каждый из вас Во имя Иисуса Христа Для прощения грехов И получите дар Святого Духа И вы также будете спасены Представляешь, что-то произошло То есть как будто бы сильный ветер Он наполнил это здание И вошел внутрь людей В прошлый раз мы говорили с тобой Что Бог, Он не хочет жить где-то в здании Он хочет жить внутри тебя И каждый раз, когда ты молишься Ты приглашаешь Бога жить в твоем сердце И ты являешься уже сейчас Его храмом Бог живет внутри тебя И Бог, Он хочет записать эти заповеди Этот закон На скрижалях сердца твоего То есть то, что и произошло То есть Дух Святой Он пришел в сердце этих учеников И Он также может прийти и в твое сердце И сейчас этот закон Он записан у нас на сердце И уже не будет каждый наставлять другого Но Дух Святой, Он наставит вас на всякую истину И ты знаешь, в этот день принято всегда Есть такая традиция Принято, мы говорили в тот раз, что медовый пирог печется Принято печь также из молочных продуктов, молочной запеканки И это всегда напоминает нам, что возлюби чистое словесное молоко То есть возлюби слово Если ты читаешь Библию, если ты слушаешь слово То Дух Святой, это и есть слово, которое оно входит в тебя И оно записано у тебя на сердце Я хочу сейчас, мой друг, помолиться за тебя Чтобы Бог, Он жил в твоем сердце И уже не были эти законы Они записаны где-то на листочке, где-то на каменных скрижалях Но они были записаны у тебя прямо в сердце Закрой глаза, я за тебя помолюсь Дорогой Господь, спасибо Тебе за то, что Ты живешь в моем сердце И я прошу Тебя, Господь, за каждого, кто сейчас слушает Благослови, Господь, и войди в сердце каждого ребенка Боже, запиши Твои законы на скрижалях сердца Благослови, Господь, чтобы Ты управлял жизнью нашей Так, как Ты хочешь Чтобы мы слышали Тебя и следовали Твоим заповедям и Твоим законам Аминь Пусть Бог благословит Тебя Всем привет! Сегодня мы будем делать поделку Человеков, на котором законы, самое главное, записаны в сердце Вот так вот Нам нужна бумага, картон вот такой вот Ножницы, клей горячий и ткань Рисуем на бумаге вот такую форму Рисуем И вырезаем ее И вот так вот получается Потом мы приставляем к нашим тканям и вырезаем из ткани И получается вот так Вот Нужно вырезать одну вот такую вот с головой, другую без головы Это одежка И приклеиваем все к клею И то, что мы смогли подъем И durante Нашу одежку нам нужно развернуть и приклеить, чтобы она хорошо держалась. Чтобы было хорошо видно наше сердце, на котором написаны законы. Прям все, чтобы хорошо держалось. Если у вас нет такого клея горячего, вы можете просто пришить. Приклеиваем наше сердечко. Вот, примерно так получается. И еще последний штрих. Приклеиваем нашу ниточку, чтобы можно было куда-то повешать. Оно красиво висело и напоминало вам, что законы должны быть в сердце. Вот так вот примерно получается. И вы молодцы, что повторяли за мной. Отправляйте свои работы в группу Viber. И всем пока-пока! Привет! Это снова я, Эмиль. А это твоя любимая викторина. Поехали! И первый вопрос. Что произошло на 50-й день? Первое. Пошел дождь. Второе. Разрушили храм. И третье. Сошел Дух Святой. Второй вопрос. Где же это произошло? На горе Синай? В Иерусалиме? Или у нас в Одессе? И третий вопрос. На кого сошел Дух Святой? На учеников? На всех людей? Или на ослису? Ну все. На этом викторина закончена. Если тебе понравилось, ставь лайк и делись этим выпуском со своими друзьями. Ну все. Пока! Дорогие друзья, сегодня была очень хорошая тема о Духе Святом. И на самом деле Дух Святой это прекрасная личность Бога. И о нем сказано то, что Он является помощником, утешителем, наставником, другом и учителем. И знаете, когда нам бывает тяжело в жизни, то Он помогает нам идти по этому пути. Когда, возможно, мы не знаем ответы на какой-то вопрос, то Он, как Учитель, Он может дать вам ответ на любой вопрос. Поэтому пусть Дух Святой всегда будет с вами. И если вам тяжело, если вам трудно, просите Духа Святого, чтобы Он помогал вам, чтобы Он направлял вашу жизнь. И Он это всегда сделает. Поэтому спасибо, что вы были с нами. И пусть Бог вас благословит. Аминь. Учитель. 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 Продолжение следует. Учитель. Учитель. Продолжение следует...